Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. За справедливостью в Сочи сегодня начал работу третий апелляционный суд. В Сочи сносят очередной самострой владелец взялся за молоток, чтобы не потерять земельный участок. А в Лазаревском районе начался ремонт единственной дороги к трем селам. Рабочие просят потерпеть еще немного. В этом году по новым правилам сегодня стартовал осенний призыв в армию. За справедливостью в Сочи сегодня в городе начал процессуальную деятельность. Третий апелляционный суд. За беспристрастность и объективность здесь будут отвечать 28 судей. Такие суды не открывались в стране со времен Российской империи. Сегодня же это планомерное продолжение судебной реформы. В России действуют пять апелляционных судов общей юрисдикции. Первый в Москве, второй в Санкт-Петербурге, четвертый и пятый в Нижнем Новгороде и Новосибирске. С началом работы третьего апелляционного суда города Сочи судей и горожан поздравил мэр курорта Алексей Капайгородский. Дорогие гости, дорогие горожане, позвольте от имени всех наших сочинцев поздравить вас с началом процессуальной деятельности. Для нас огромная честь и огромное достоинство, то что мы были сопричастны к государственному мощному проекту. Работу будет он осуществлять по всем нашим округам, с кем мы граничим. Для нас это тоже огромная честь. И позвольте от имени губернатора Краснодарского края Венинановича Кондратьева пожелать всем доброго начала всей работы. Сочинский апелляционный суд будет рассматривать жалобы на не вступившие в силу судебные акты Верховных судов Адыгеи, Дагестана, Калмыкии, Чеченской республики, Краснодарского края, Крыма, Севастопольского городского суда. В целом в его юрисдикцию входят 15 субъектов России. Самое главное, чтобы люди нам доверяли, и самая главная цель этой реформы – это укрепление доверия населения страны к судебной системе. Мы должны всячески стараться поднимать авторитет судебной власти. Для этого и создан Третий апелляционный суд. Главная особенность этого суда – здесь решения и приговоры вступают в законную силу по первой инстанции. То есть его вынесли, а вступают в законную силу здесь, после нашего решения, которое может быть пересмотрено, отменено, либо оставлено в силе. В перспективе же гражданам России и вовсе не придется идти в суд. К 2024 году все проблемы можно будет решать онлайн. Произойдет это в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». Сейчас в стране идет разработка 25 суперсервисов, в том числе и правосудие онлайн. Это дает возможность любому гражданину, любому юридическому лицу выход в портал госуслуги и через портал госуслуги будет, так скажем, окошко написано «судебный портал». Можно будет любому гражданину подать в электронном виде иск. Соответственно, автоматически будет формироваться, в какой суд будет направляться этот иск. По желанию исца он может выбрать любой другой суд, независимо, что ему предлагает программа. Это опять же для удобства гражданина. Главная цель – прозрачность и доступность, отмечают судьи апелляционного суда Сочи. Новое ведомство начало работу на улице Советской, в бывшем здании Сочинского госуниверситета. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Национальные проекты в открытом доступе. В Краснодарском крае запустят интернет-портал, на котором любой желающий сможет проконтролировать ход реализации поставленных задач. Об этом сегодня на совещании по выполнению нацпроектов рассказал губернатор. Вениамин Кондратьев добавил, что новый сервис сделает работу чиновников прозрачнее и поможет людям понять, где, что и когда будет сделано в регионе в рамках федеральной программы. Это принципиально важно, потому что я уже сказал, что национальные проекты – это проекты, в реализацию которых вовлечена вся нация. И люди должны видеть уже реализацию национальных проектов, видеть вокруг себя. Но чтобы им было понятно это и прозрачно, что мы делаем портал, где, еще раз подчеркиваю, надо отразить все, что они получат, люди получат. Уже вследствие реализации национальных проектов – это школы, еще раз подчеркиваю, детские сады, это ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты, они сегодня максимально востребованы. Спортивные площадки, детские площадки, тротуары, дороги – все это должно быть предметом этого портала. Вот все, каждый зашел, где он живет, посмотрел, и что там будет в рамках реализации национального проекта. Сейчас у нас две недели на его, ну так называемый, пусконаладку. Мы сейчас просто его уже эстетически и содержательно наполняем. Портал создан, в течение двух недель он заработает, будет официально доступен для всех. Национальные проекты рассчитаны до 2024 года. Для их реализации на Кубани разработали региональные проекты. Их 45 по 11 направлениям. От сохранения экологии и строительства дорог до развития системы здравоохранения. Для воплощения в жизни этих программ муниципалитеты уже получили почти 9 миллиардов рублей. Глава города Алексей Копайгородский провел первую встречу с депутатами Государственной думы от Сочи. Алексеем Воеводой, Константином Затулиным, Юрием Напсой и Сергеем Кривоносовым. Мэр подчеркнул, что без непосредственного участия парламентария сегодня сложно решать глобальные вопросы жизни курорта. Говорили о том, что в ближайшее время на курорте необходимо решить проблему с нехваткой мест в дошкольных и средних учебных заведениях. На следующий год запланировано строительство четырех школ и трех детских садов. Также необходимо продолжить газификацию Лазаревского и Хостинского районов. Власти курорта рассчитывают, что решение этих и других городских проблем можно добиться, участвуя в федеральных программах. Нам повезло. У нас самое большое количество депутатов, депутатов Госдумы. Нормальный здравый лоббизм для нас приветствуется. Поэтому на вашем уровне все программы федеральные, которые есть, мы будем вас просить, чтобы отставили интересы нашего города. Поэтому буду очень признателен за всестороннюю поддержку на всех направлениях. Потому что депутаты Госдумы, депутаты ЗСК – это серьезное административное лобби, которое позволит привлечь все возможные программы для развития нашего города. На встрече с депутатами Госдумы обсуждали и то, как именно будет развиваться курорт. Глава города обозначил направление, по которому будет двигаться Сочи в ближайшее десятилетие. Оно полностью совпадает с программой «Стратегия развития Краснодарского края-2030». В Сочи начался снос самостроя. Дом на улице Ударной превратился в многоквартирный, а разрешение было выдано на частный, на одну семью. Застройщик сам приступил к сносу самоволки, чтобы не лишиться земельного участка. Сегодня рабочие приступили к демонтажу во внутренних помещениях. Следующим этапом будет снос несущих бетонных конструкций. Разрешение на строительство частного дома по улице Ударной было выдано в 2017 году администрации города. Была указана площадь застройки 413 квадратных метров, а фактически вырос четырехэтажный многоквартирный дом площадью более тысячи квадратов. Застройщик приступил к сносу, правда, только после обращения администрации Сочи в суд. Было подано исковое заявление в суд об изъятии у должника земельного участка, на котором располагается данный объект незаконного строительства. Но и должник, осознав тяжесть последствий, а именно, что он может лишиться этого земельного участка, стоимость которого гораздо превышает стоимость сноса, он приступил добровольно к исполнению решения суда. Застройщик обязуется снести дом в течение трех месяцев. Это уже 12-й в этом году незаконный объект, который демонтируют по решению суда. Еще по 118 объектам вынесены решения о сносе. Застройщикам, которые не исполнили решение суда о добровольном сносе объектов, признанных самовольными строительствами, администрация Сочи предлагает обратиться в управление муниципального земельного контроля с заявлением о добровольном исполнении решений судов. Исполнение решений суда находится под строгим контролем приставов. А те застройщики, которые решат остаться в стороне, могут лишиться своих земель. Через суд администрация города будет изымать участки с их последующей продажей на публичных торгах. Форд с фокусом задержан ночью на границе с Абхазией. В иномарке перевозили спрятанные в тайниках сигареты. Водитель сказал, что никакие товары, которые нужно задекларировать, он не везет. Но машина вызвала подозрения. Рентгенкомплекс показал, что в автомобиле есть тайники. Сигареты были спрятаны за обшивкой багажника, дверей, под чехлами сидений и даже в механизмах стеклоподъемников. Всего таможенники обнаружили 557 пачек сигарет без акцизных марок. Неработающий житель Абхазии объяснил, что вез табак с целью заработка сигареты, которую ему дали в кредит, он решил провести специально ночью, во время пересменки сотрудников таможни, надеясь, что в суете машину тщательно смотреть не будут. Сигареты и автомобилизиаты возбуждены два дела об административных правонарушениях. За последние две недели по аналогичным фактам в сочинской таможне возбуждено 17 дел. В Сочи задержали двух наркозбытчиков. Молодые люди из Красноярского края планировали сбыть на курорте около 70 граммов синтетического наркотика. Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию, что два гостя курорта торгуют наркотиками. При проверке информация подтвердилась. В ходе личного досмотра у молодых людей 19 и 23 лет правоохранители обнаружили и изъяли 16 свертков с белым кристаллообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотик, производный N-метилэфедрона общей массой 70 граммов. Установлено, что подозреваемые планировали сбыть это через тайниковые закладки. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, а санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 2 октября в Сочи ясна. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 22-24 градуса выше нуля. Температура морской воды плюс 22. Техника зашла на одну из самых протяженных улиц, соединяющую три села в Сочи. Дорога без ухабов, свежая разметка, ливневки и новые остановочные павильоны. Все это появится в Волковском сельском округе. Как скоро, расскажет Татьяна Говоркова. Улица Славы в свое время прославилась плохой дорогой. Но местные шутки про разбитую трассу в разбитый котел теперь уйдут в прошлое. На единственную дорогу, ведущую к трем селам Лазаревского района, Сергей Поле, Васильевка и разбитый котел, наконец-то зашла техника. Дорогу жителей села Сергей Поле и разбитого котла ждали давно, этого капитального ремонта. И сегодняшний день, когда эта работа началась, жители наших сел очень довольны. И надеемся, что месяцы через два люди наши будут ездить хорошо отремонтированной дороги. Протяженность участка Мамайский перевал разбитый котел почти 8 километров. В ликвидации ям и оползневых участках задействованы больше 10 единиц спецтехники. В режиме нон-стоп трудятся 40 человек. Дорожники сначала снимают до 50 сантиметров асфальтобетонного слоя, выравнивают участок щебенкой и только потом по всей протяженности дороги кладут современный износостойкий асфальт. Гарантия минимум 5 лет. Но помимо этого будет выполнена и масса другой работы. Замена бетонных конструкций, водоприемных колодцев, ливневой сети, оголовков, труб, лотков. Замена полностью устаревшего барьерного ограждения на новое оцинкованное, которое соответствует новым. Замена знаков на знаки, которые соответствуют современным требованиям, которые хорошо видно в темноте, которые долго служат. Обновление разметки пластиком, замена всех автопавильонов. То есть объем средств более 120 миллионов рублей выделим. Капитальный ремонт ведется по программе развития сети автомобильных дорог Краснодарского края. Качество контролируется Краевым министерством транспорта. Окончание ремонта запланировано на следующий октябрь, но дорожники намерены львиную долю работ завершить в этом году. Поэтому водители просят еще немного потерпеть неудобства. В связи с тем, что данная улица является одной из самых протяженных в нашем округе, ее необходимо периодически ремонтировать. Огромная просьба к жителям Волг-сельского округа, в частности Сергея Поля, разбитый котел Васильевка, отнестись с пониманием к проведению ремонта дорожного полотна на данной улице, соблюдать правила дорожного движения и относиться с уважением друг к другу. За деньги из краевого бюджета также отремонтируют дороги, ведущие Вашема, Капсена, Джигот, Хагапш, Головинку, Большой и Малый Кичмай и другие поселки Лазаревского района. И там дорожники идут с опережением графика. Поэтому уже в начале следующего года путь домой для многих сочинцев станет приятнее. В России стартовал осенний призыв в армию. По новым правилам в Сочи призыву подлежат 370 человек. Сегодня сочинские призывники прошли медкомиссию. Пока к службе в армии годны не все. В основном у ребят проблема с весом, недобор. Здесь же в военкомате ребята узнают о нововведениях осеннего призыва. Новые правила дают возможность солдатам раньше положенного времени покинуть службу в случае, например, рождения второго ребенка, а призывникам отказаться от отсрочки или вовсе избежать призыва. Но такой возможностью могут воспользоваться лишь определенные категории граждан. Кроме того, повысился штраф за неявку в военкомат при получении повестки и уклонении от медкомиссии. Раньше сумма составляла 500 рублей. Теперь призывнику придется заплатить 3000. Сегодня ребятам рассказали и как пройти военную службу по контракту. В первую очередь молодежь интересовал финансовый вопрос, а именно денежное довольствие контрактников. Сейчас денежное довольствие от 24 тысяч рублей. Заканчивается не буду говорить, потому что это большие цифры в зависимости, где человек служит. Чем дольше он служит, там платится за услугу лет, очень много надбавок платится. Я считаю, что это, наверное, стабильность. Все-таки Министерство обороны, все-таки это какая-то стабильность в нашем мире. И, ну, благо, наверное, стабильность, благо соцзащита. Квартиры дают, одевают, кормят. Ты служишь, хорошо выделяешься, из-за этого ты больше получаешь. То есть звание, не звание, тоже это прибавки, прибавки, прибавки. Много всяких поощрений. И, то есть, пошел служить, можно сказать, заработать и на семью можно, и на себя. Мое желание, я хочу пойти в ПВО, в противовоздушную оборону Российской Федерации, потому что я люблю компьютеры, и вот эта мне тема как бы близка. Контракт – дело добровольное. К тому же закон разрешает проходить службу по контракту без срочной службы. В этом случае вместо года служить придется два, но уже с денежным довольствием. Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. В Сочи поздравят тех, кто дает знания. Около 300 работников образования удостоены правительственных и краевых наград, премии главы города и благодарственных писем городского собрания Сочи. Награждение пройдет 3 октября, накануне Всероссийского дня учителя. Ну а сегодня наша съемочная группа побывала на уроке одного из лучших педагогов этого года. Красивая, добрая, отзывчивая, любимая, хорошая. Обычно комплименты в кабинете математики не звучат. Сегодня исключительный день. С Викторией Дмитриевной ребята знакомы ровно месяц, но уже полюбили ее и даже лучше стали понимать математику. Мне Виктория Дмитриевна нравится, когда мы что-нибудь не понимаем, она обязательно подходит и объясняет нам. Уделять больше внимания ученикам, объяснять правила до тех пор, пока каждый не поймет индивидуальный подход с дозированной строгостью. Такая тактика преподавания. Виктория Шунарзиди – педагог с почти 30-летним стажем, учитель по призванию. У меня вообще другой идеи не было. То есть, учитель – именно учитель математики. Почему – не знаю. Но вот до сих пор, пройдя столько много лет, я нисколько не жалею, что именно выбрала эту специальность. Потому что она всегда интересна. Дети превозносят все новое, они все пытаются. Их пытливые умы заставляют идти работать дальше. Поэтому на уроке, когда работаешь, ты пытаешься сделать так, чтобы им стало интересно. В 10-й школе Виктория Дмитриевна работает уже 19 лет. Заинтересовать математикой смогла не одно поколение учеников. Сейчас готовит следующих выпускников, которые в адрес классного руководителя не жалеют слов. Добрая, понимающая, заботливая. Любящая, профессиональная, ответственная. Мудрая. Красивая. Надежная. Не только прилагательные в голове у будущих выпускников. Некоторые решили пойти по стопам своей учительницы. Хорошим экзаменом станет день самоуправления, который пройдет в канун Дня Учителя. Я рассматриваю профессию учителя как свою будущую профессию, потому что действительно я хочу быть похожей на своего классного руководителя Викторию Дмитриевну, потому что я считаю действительно ее профессионалом. И я хочу на Дне самоуправления действительно реализовать ее манеру преподнесения материала. То есть я хочу заинтересовать детей, но чтобы это было не просто для галочки. То есть я это сделала, я это рассказала, а чтобы действительно наладить с ними контакт. Наладить контакт с учениками удается не только Виктории Шунарзиде. Выдающихся учителей в Сочи немало, и каждый может гордиться своими результатами. Около 300 педагогов удостоены правительственных и краевых наград. Ну а лучшая награда для учителя, конечно, благодарность учеников. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Посвятили в казачата, а в детском саду номер 83 в Сочи в казачью группу набрали в два раза больше детей, чем в прошлом году. Детский сад номер 83 в Хосте – единственный в Сочи, который имеет статус казачьего. Первый раз церемонию посвящения в казачата здесь провели в 2010-м. Обычно в группу набирают около 40 детей. В этом году желающих оказалось в два раза больше. Сегодня великолепное мероприятие в нашем пока единственном казачьем детском саде, который, кстати, стал первым детским садиком казачьей направленности в Краснодарском крае. Прием в казачата. Уже сложилась такая замечательная традиция, что подготовительная группа, естественно, по желанию родителей, становится казачьей. Никакого давления, никакого уговаривания, уговоров, то есть только заявление, желание родителей. Родители все хотят, дети с удовольствием бегут в детский сад, с удовольствием занимаются, изучают историю края, традиции, приобщаются к культуре края. Патриотическое воспитание у нас благодаря этому на очень высоком уровне. Ребята, которых посвятили в казачата, получили свидетельство из рук атамана Хостинского казачьего общества. Всего же в Сочи в детских садах в казачьих группах занимается около 700 ребят. С культурой и историей казачества дети знакомятся и в школе казачьих классов в городе 69. Там учатся почти 1800 детей. Еще более 2000 человек посещают специальные казачьи группы. Пока в Сочи только одна школа казачьей направленности, десятая на Донской. Такой же статус скоро могут получить еще две школы. 81-я в Волковке и 78-я в Головинке. В Адлере начался бархатный сезон. Так называется фестиваль камерной музыки. Бархатный сезон накануне открыли концертом народной музыки. На сцену районного Дома культуры Адлера вышли образцовые и народные ансамбли русской песни. Проникнуться культурой русской души, русского народа, почувствовать себя в эгрегоре просто русской песни и славянской культуры. Впечатления самые необыкновенные и теплые. Коллективы исполняли хиты народной музыки, проверенные временем, зажгли зрителей не только со сцены, но и в зрительном зале. Фестиваль «Бархатный сезон» проходит в Сочи уже в 29-й раз и ежегодно собирает сотни зрителей, которые целую неделю могут наслаждаться многообразием жанров камерной музыки. На фестивале представлены как академические произведения, так и фольклор. Концерты будут проходить каждый день до 5 октября включительно. Начало в 17 часов. В программе джаз, выступления ансамбля Лошкарей, шоу-группы барабанщиков, струнного биг-бенда, а также концерты русской народной и армянской музыки. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радиск» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.